Сегодня мы вас пригласили для того, чтобы рассказать о нашем предстоящем мероприятии в рамках Года кино, а именно на одном из наших интересных кинофестивалей. Это кинофестиваль «Мужская роль», который у нас запланирован с 19 по 22 декабря в городе Пензе. Этот фестиваль пройдет у нас в девятый раз. По традиции церемония закрытия и открытия состоятся в киноконцертном зале Пензы. Основные показы будут запланированы в кинотеатре «Высшая лига». И Литературный музей любезно предоставил свое помещение для показа неигрового, короткометажного кино. Это вот так в целом о мероприятии. Мероприятие пройдет в рамках Года кино, который отмечается и проходит в России в 2017 году. Ну а более подробно, я думаю, о программе и проведении мероприятия расскажет твой идейный вдохновитель Светлана Александровна Старстин. Мне бы хотелось прежде всего, знаете, подчеркнуть, какой момент. В этом году у нас будет довольно сложно организован показ, то есть у нас будет открытие и закрытие в киноконцертном зале, как уже вы услышали. Это 1600 мест. И два дня по два кинопоказа, все это основной конкурсный показ, это будет «Высшая лига» 160 мест. Поэтому просто хотела бы обратить сразу внимание всех, кто хочет попасть на киносеансы, что нужно заранее взять пригласительные билеты. Вопрос, который всегда возникает чаще всего, как попасть на показы, бесплатно, но обязательно получить предварительно пригласительные билеты. Потому что я думаю, что с этим будут проблемы. Если зрители, все, которые придут на фильм «Хороший мальчик», захотят потом перейти в «Высшую лигу», то вы сами понимаете, в 10 раз меньше зала. Ну таковы наши реалии, в таких условиях мы кинопоказываем. Второе, что, наверное, не менее важно, я должна сказать о том, что мы получили уже твердое согласие. Я надеюсь, что что-то там не случится, ничего не изменится, кто к нам приедет. На открытии фестиваля мы показываем картину «Хороший мальчик». Это одна из лучших картин прошедшего уходящего года. Это картина, которую получила Гран-при, как лучший фильм на фестивале «Кинотавр» «Хороший мальчик». Мы пригласили на премьеру в Пензе хорошего мальчика, Семена Трескунова. Это звезду такую, которому недавно исполнилось 17 лет, но он снимается уже 5 лет. То есть человек, который буквально вырос на наших глазах, который стал звездой сегодня. У него за плечами уже более 30 ролей. И есть уже награды за эту роль, как лучшую мужскую роль. Поэтому мне самое очень приятное, что будет эта картина, потому что картина действительно, она и веселая, она и качественная. И приезжает этот вот актер ее представлять. И вот буквально сегодня утром мне подтвердило свое присутствие историк кино. Это специально, я бы хотела, для журналистов, которые интересуются кино. Это уникальный специалист, это редкий представитель нашей профессии, настоящий киновед. Человек, который занимается языком кино, историей кино, теорией кино. Сергей Филиппов, это научный сотрудник Московского государственного университета. Огромное количество статей у него очень умных, серьезных. И если ничего не случится, он будет у нас на открытии фестиваля в понедельник. Поэтому прошу успевать общаться всем, кому хочется задать вопросы, касающиеся кинематографа. Он писал и о Тарковском, и о Бенюэле, и о киноязыке. Огромный. У меня с собой целый список его публикаций. Если хотите, могу отдать потом. Слава, скажите, пожалуйста, в фестивале все это время держится на вашем энтузиазме. То есть вы двигаете это мероприятие, вы продвигаете бренд уже, как-то в ароматах. Ну да, да. Скажите, пожалуйста, какую помощь оказывали власти? То есть как получается все-таки, несмотря на какие-то финансовые трудности, на ситуацию, все-таки 9 лет проводить этот фестиваль? И второй вопрос. Фестиваль – это же не только кинопоказ для зрителей, и не только праздник кино для зрителей, но и работа жюри. Кто будет в жюри в этом году? Да, про жюри, извините, забыла. Это вопрос очень важный. Что касается поддержки, ну вы видите, действительно, первые годы был Виктор Владимирович Игарев, вы его помните, который поддержал, который сказал, да, делаем два приза. Он даже назвал первых актеров, кого мы пригласили, Игорь Петренко, Александр Михайлов. Ну а потом были такие провалы, когда приходилось трудный, однажды пятый фестиваль, вы, наверное, помните, вообще народ просто деньги собирал по спонсорам, и спасибо им огромное, да. Но сейчас, вы знаете, да, это такая, видимо, такой паровоз, который трудно остановить. И вот сегодня есть киноконцертный зал. И спасибо, что, я думаю, что прежде всего благодаря вот этому киноконцертному залу, тому, что он есть, тому, что здесь есть люди, которые нас в третий год поддерживают, конечно, практически без отсутствия средств. Вы видите сами по нашим гостям. Это, конечно, по большому счёту, это не фестиваль, это такая кинопанорама лучшего российского кино. Но, тем не менее, поддержка есть, поэтому фестиваль живёт. И, в общем, до сих пор всём и надеемся, что будут деньги. Но вот, к сожалению, даже в год кино не получилось, чтобы эти деньги были. Но, тем не менее, да. То есть, скажем так, они есть, но не в том количестве, в каком хотелось. Они есть в мизерном количестве, я бы так сказала. Действительно, мы можем пригласить одного актёра, но бесплатно. Допустим, я веду переговоры, я забыла сказать об этом с Алексеем Гуськовым давно уже. На закрытии будет картина «Находка», где он играет главную роль. И не первый год он уже к нам рвётся. И мы перенесли вместо открытия, поставили на закрытие его, потому что в воскресенье у него спектакль в Челябинске, и он не успевает к нам, нет самолёта из Челябинска до Пенза. И мы приглашаем его бесплатно. Семён Трескунов приезжает бесплатно. То есть, вот такая ситуация. Тем не менее, да, оставить Бискина мы вас не можем. И, конечно, моральная поддержка есть точно. Была бы ещё материальная. Но вот в этом плане тоже могу добавить, это касается уже нашей темы жюри, что у нас жюри будет работать второй год всего, второй раз точнее. Это будет зрительское женское жюри. Я объявляла в прошлом году. Профессионального нет, это огромные деньги. Вы поверьте мне, да, это нужно звать людей, которые уважаемые, авторитетные, это очень большие деньги. У нас нет возможности просто, если деньги будут, конечно, будет это жюри, потому что фестиваль знают уже, любят, и о нём так представляют себе его гораздо значительнее, чем он есть на самом деле люди со стороны, как это обычно бывает. Вот наши, это будет наши жюри, но у них будет настоящий свой приз. И здесь мне помогла Марина Тарасова, спасибо ей огромное. Она нашла небольшие, но деньги, и нашла мастера, который делает приз. Это будет другой приз, не тот, не те, которые мы вручали обычно. И будут работать женщины. Я могу сказать, например, Лариса Рассказова, Наталья Старовойт, Стана Фиролёва, Ирина Карачевская. То есть это люди, которые их знают, любят в городе, и они не требуют, так сказать, уточнения, кто они, какие должности занимают. Они работать будут таким оригинальным способом, поскольку жюри у нас тоже бесплатное, и я не могу заставить их сидеть все дни в кинозале. Я постараюсь им в рамках наших возможностей предоставить им такие условия для просмотра некоторых картин дома. Вот то есть идея такая у нас с ними, чтобы на закрытии 22-го числа мы уже могли пригласить представителя съёмочной группы фильма, который получит этот приз, женского жюри нашего зрительского. Приз мы называем «Самблемент кино». Там шесть картин конкурсные. Собственно, я о них не говорила, но, может быть, вы что-то спросите. Про все шесть готовы говорить круглосуточно, потому что фильмы все достойные. Они будут выбирать лучшие. Это все лучшие фильмы года, поэтому выбрать будет им очень трудно. Это фильмы, которые имеют призы на разных фестивалях в течение года. Я не знаю сама, что они выберут. Мы, по крайней мере, постараемся пригласить продюсера или кого-то из съёмочной группы на закрытие. И если не сможет Алексей Гуськов прилететь, а я этого, разумеется, не исключаю, что он не сможет, то как минимум должен быть представитель съёмочной группы этого фильма, который получит приз за лучший фильм женского нашего жизни.